В Первоуральске глава семейства нечаянно перешел дорогу наркокартелю, и теперь он всерьез опасается за жизнь и свою, и близких. Олега, как называет героя жуткого триллера «Портал Е1», изменив его имя для его же безопасности, наркомагазинщики поставили на счетчик, требуют с него огромные деньги за пакетик с мефедроном, который он сдал в полицию, угрожают сжечь его заживо вместе с супругой и с двумя дочерьми. И это не просто зряшные угрозы в мессенджерах. После обращения к силовикам Олегу стали бить стекла, забрасывать в квартиру камни с бумажными приветствиями от наркокартеля и дымовые шашки, а на днях к подъезду дома, по ошибке соседского, привезли гроб, внутри которого находилась свиная голова, которой была приколота ножом в фотографии Олега. Сейчас в закрытых чатах за голову Олега наркокартельщики объявили награду в миллион. Мужчина пытался получить госзащиту, но получил отказ с мотивировкой, дескать, в происходящем нет состава преступления. Злоключения первоуральца начались еще в октябре из-за квартиранта, о чем он сам поведал журналистам. Олег сдавал квартиры посуточно, и один из его клиентов, 24-летний парень, вовремя не вернул ему ключи и на связь не вышел. Хозяин жилища наведался в квартиру, дверь ему никто не открыл, и он ее отварил запасным ключом. Внутри жилища он обнаружил нечто похожее на нарколабораторию. В шифонере обнаружил коробку с кристалликами бело-кофейного цвета. Мне некогда было разбираться с находкой, я убрал ее подвал и уехал в Красноуфимск. Полицию вызвал не сразу. И это было ошибкой. Цитирует слова пострадальца портал Е1, хотя наверняка взрослый мужик должен был догадаться, что за хранение наркоты, даже временное, ему светит срок. Но даже это оказалось мелочью по сравнению с тем, что началось уже через несколько часов после его визита в нехорошую квартирку. Квартирант вернулся, обнаружил пропажу кристаллов и сообщил об этом наркомагазинщикам. И те конкретно наехали на Олега. Звонили ему и угрожали. Дескать, возвращать товар не надо. Его нужно разложить по закладкам, где они укажут. А с него за все, за кражу и прочее, причитается 200 тысяч. Позже долг увеличился до полумиллиона, а потом и до пяти. Наркокартельщики стали отправлять смс-ки с угрозами и жене. Что было дальше, вы уже слышали. Олег осознал, что ситуация более чем серьезная и обратился к силовикам за защитой. Дней через десять после того, как Олег обратился в полицию, его квартиранта нашли. Но юноша заявил, что он не при делах. Никаких улик против него, кроме слов Олега, нет. К слову, в полиции порталу Е1 сообщили о том, что заявления от Олега об угрозе его жизни не поступало. И вообще, этот гражданин не имеет нужного статуса для получения госзащиты.